Добрый день, Полтава! С вами я, Александр Демидович. Сегодня я попытаюсь встретиться с Михаилом Каноненко после вчерашних событий в районной раде Полтавского района. Задать пару вопросов. Добрый день. Скажите, пожалуйста, пана Михаила Каноненко, где я могу найти? Вон, в кабине, четвертый. Спасибо. Вы не сюда, извините. Извините, пожалуйста, пана Михаила Каноненко, где я могу найти? Нарада, да. А надолго не знаете? Ну, Нарада. Все, понял, жду. Спасибо. Идет заседание, меня попросили не заходить и не снимать. Ну, подождем. Еще раз добрый день, пана Михаила. Да. Пару вопросов. Как вы прокомментируете после вкусия вчерашние события, все-таки сессию? В двух словах буквально. Ну, депутаты, вот, как провели свои волевиявления, дійсно, виникли деякие там не совсем и для меня приемные речи. В основном, это же касается, что я категорично за то, что мы должны в своей деятельности, так как мы бойцы народу, мы должны враховывать думку наших выборцев. Как вы считаете, вы что-то будете делать дальше, чтобы... Обовязково, обовязково мы будем. Просто, ну, как бы, головой еще трошки неправильно, воно там получилось так, что... Да, формулировка вопроса неудача. Да, и не все депутаты зрозумели, потому что у нас порядка денного цього не было, и, как что, регламент... Ну, возможно, я не говорю, что это замысло, там, или не замысло, но люди нафилювались, а, возможно, там, вот, так получилось. Но, большинство депутатов, и я даже не зрозумел, за что мы голосуем, спочатку, так, воно... Понятно. Потому что мы плануем, ну, у нас сейчас будет позачерговая сессия, где будут вырешиваться только финансы, а 4 серпня у нас плануется червовая сессия, и вот мы хотим за инициативой депутатов внести в наш регламент, потому что у нас в регламенте чётко не передбачено, и как раз выступы громадской. И вот мы время, там, процедуру, как попередньо записываться, чтобы все же не было там. Ну, все должно быть контролировано, но громадской, собственно, потому что и деятельность депутата, если нет обратного связи, то... Так, какие первые действия вы будете сейчас совершать, как исполняющие обязанности головы? Першие наши действия, это уже у нас сегодня, потому что мы вместе с нашей адміністрацией готовы, вносим на позачерговую сессию, выносим питание финансирования наших дорог. И так же мы хотим вернуться до Укргазного добивания, до ДТК, тих компаний, которые разбивают у нас тут дороги, и будем приймать звернение, и мы их обовязково зобовяжем, чтобы они ремонтировали после себя дороги. Если нужно будет, то мы будем прибегать даже, возможно, и до больше каких-то радикальных... А что вы имеете в виду радикальные меры? Ну, возможно, даже будем, и если до нас не дослухается, возможно, даже мы будем и блоковать подъезды до этих скважин, пока они не наведут порядок. О дорогах я делал репортаж на Щербанях, там проблема такая. Проблема такая, будем вырешивать, но, например, великий жаль, эта дорога стоит на Щербанівске. Но я думаю, что мы за рахунок, 2 недели, 3 недели, за рахунок спонсоров, потому что мы не сможем сейчас видеть кошти на ту дорогу, То есть вы будете искать путешествие? Да, будем шляхи... Кстати, еще один вопрос. Вчера я заметил, мне неприятно было видеть тайное голосование. Довольно своеобразно происходило. Во-первых, урна стояла в вестибюле на подоконнике. То есть, как вы видите, все-таки со стороны было неприятно видеть, когда депутаты некоторые как бы отчитывались, показывали прямо свои передачи. Я хочу сказать, что это выявление, что никто никому указовки никак не давал, а вот то, что Блок Порошенко заборонили депутатам... Первое голосование 7 человек... То я думаю, что это вот тут совсем... Я вообще не понял, что произошло. Я не встречал еще такого эпопатка, чтобы депутаты, которые представляют волю народу и имеют свои позиции, чтобы им забороняли брать бюллетени. Откуда вы знаете, что запретили? Или это ваше подозрение, или вы точно знаете? Это моя проблема. Но я не могу знать, но когда люди не берут бюллетени, то... Понятно. Спасибо. Удачной работы. Будем надеяться, что вы будете хорошо работать. Будем наблюдать с вами. Если, маючи такую возможность, я прошу вас, возможно, если вы будете размещивать, то вернуться до жителей Полтавского района. Если у них есть випадки какой-то коррупции, або действия чиновников, которые считают, что чиновники не выполняют свои обязанности, я прошу обратиться особо, если приемный день, или не приемный, особо до меня. И сегодня мы там по радио и в газете опубликуем прямую горячую телефонную линю. Да, если можно. Да. 56-93-25. Это мой телефон. И на все эти случаи мы будем жестко реагировать. И будем... Ну, трошки статус депутата будем, потому что нам простейше. Мы не залежим от входов, ни из каких билих, и домов, и все. Понятно. Спасибо большое. До свидания. До свидания.